чубу ган мутаха сис меня от киан хозыргин врач продакт менеджер филд менеджер да дамик медпредставитель эргашева умидах он садык ландагрила здравствуйте друзья садитесь пожалуйста овации овации давно забыла что такое спасибо хорошо принимаете непосредственно к самой презентации слышно да да я постараюсь конечно говорить на узбекском но я думаю что вы все-таки поймете где-то что-то я вам могу объяснить тема моей презентации бат давайте скажем так вы часто подходите к врачам врачи заметили вы не можете какую-то интеллигентную например контингент к себе притянуть почему поэтому я тему взяла что такое бак а это чудо сторонниками являетесь вы ханкор этой компании второе фуфломицин это что кто говорит в основном мнение большинства врачей и научных сотрудников фармакологов давайте правду говорить правильно правильно теперь поэтому вот я написала фуфломицы то есть от слова фуфло вы слышали так многие врачи говорят правильно я вам хочу это объяснить почему в результате этой процессе этой презентации я вам проведу еще один как бы немножко тренинг потому как работа с возражениями я работала филд менеджером филд менеджер и когда приходишь с врачами начинают работать работать с возражениями подождите стоп и вы должны научно доказать что это является чудом что это не является фуфломицин результат понят то есть тема понятно почему теперь второе начинаем с того что правильные правильные словосочетания не просто бат а бат к пище то есть биологическая активная добавка к пище к пище даяна то есть уже слово говорит что это пушают едят его не полет правильно ваши бада не полет его не используют как ингаляция его не ставят свечи туда или сюда то есть он не является лекарственным средством ваш бат пище это вы должны разграничить когда вы говорите и разговариваете со своими клиентами потенциальными клиентами я говорю потенциальными здесь немножко работы состоит в том что вы должны знать какой у вас горячий или холодный клиент с потенциальными клиентами вы сразу говорите это мой бат к пище например сша есть такая компания fda вы слышали это федеральный надзор за качеством медикаментов и пищевых продуктов в россии это роспотребный обзор вы заметили что вы заходите в супермаркет макро корзинка и вы видите что продаются протеиновые батончики правильно для спортсменов вот эти белковый препарат правильно сахарозаменители для диабетов и там же находится бады например в россии ваша не сеть супермаркет что там продается компания вала бат батный должен продаваться фактически в аптеке он должен продаваться в супермаркет это масс-маркет для общего пользования то есть поэтому вы здесь сидите и врачи здесь и так далее то есть мы делаем границу что лекарства они лечат а бады назначается только и принимает только здоровые люди вы поняли раз границу поняли когда к вам подходит вы говорите у меня бат печи я могу спокойно для того чтобы регистрировать лекарственный препарат любое лекарство он проходит очень много инстанций правильно регистрация клей на клей клинические исследования вам проходят бады бадам это не нужно как вы будете исследовать когда вы кушаете уже не проходите исследование например супчика или например когда больной человек он начинает куриный суп кушать вы же не провожечь клинические исследования. Поэтому для БАДов меньше вот этих исследований, меньше контролирующих органов. Поэтому они спокойно продаются из супермаркета. Вы спокойно можете говорить. Если к вам кто-то пришел и говорит, ты знаешь, я у БАДа плохо себя чувствую. Не может быть. Во-первых, БАД – это пища. Она не может вам так плохо воздействовать. Она может воздействовать так же, как и еда, отравлению. Но у вас, извините меня, у вас не такая растворимая или как едят, например, температурный режим. Он не подвергается. Поэтому вы должны разграничить, что это не лекарство. Это БАД пищи. Объяснила. Вы поняли? Если кто-то не понял, сразу спрашивайте. Дальше. Значит, второе. Когда БАД пищи, он восполняет дефицит микроэлементов. Например, сейчас что? Все сторонники ЗОЖ. Что такое ЗОЖ? Здоровый образ жизни. Вы посмотрите, все женщины сидят на детку и хочу быть худенькой. Правильно? Правильно. А мужчины что? Хочу заниматься бодибилдингом. Правильно? Пожалуйста, у нас фитнес-центр и так далее. То есть все сторонники здорового образа жизни. А посмотрите, у нас же очень много стало, кто занимается йогой. Я правильно говорю? Кто занимается вегетарианцем? Многие решили, что мясо, красное мясо вызывает что? Старение преждевременное. Есть такие сторонники. Они начинают не есть мясо. Поэтому у них возникает дефицит. Потому что с мясом-то какие-то микроэлементы поступают. Правильно? Ты сидишь на диете. А спортсмены? Вы посмотрите на спортсмены. Почему он кушает протеиновый батончик? Кто-нибудь задумывался? Вы представляете, он качается. Он качается. Что делает? У нас сердце. Он мышечный орган. Он работает. Когда мышца работает, мышечный орган, он начинает сердце из аминокислоты, из крови все забирать. Потому что ему уже надо работать. Сильнее, сильнее. Он гантели тягает, тягает, тягает. Хочет вот такие мышцы. Значит, аминокислоты в крови уменьшаются. Если в крови уменьшается, вы заметили, что спортсмен после тренировки, он такой. Заметили вы все? Усправили эти губы. Все. Потому что идет объединение. Вокисление в организме. Потому что сердце всю аминокислоту и полезную кислоту забрал. И тогда что? Вы активному спортсмену, активному человеку, вегетарианцу или кому-либо, который на диетах сидит женщина, вы должны ему предложить свой БАД. Вот что такое БАД. Вы восполните свои микроэлементы. То есть, я хочу сказать, для того, чтобы вы ориентировались в планете, вот в этом мире БАДов, а у вас очень много БАДов. У вас не один, правильно? Несколько. Вы должны в первую очередь для себя определить, кто передо мной стоит. Мужчина или женщина? Пол. Второе. Когда вы ищете клиента и предлагаете. Второе. Вы должны определить возраст. Это ребенок или подросток? Это взрослый человек. Какую он ведет активную или пассивную жизнь? Например, стоит перед вами мужчина 65 лет. Во время самоизоляции он дома сидит. Он не выходит, потому что всем рекомендуют дома сидеть. Как вы его можете назначить коферменку Q10? Никак. Он дома сидит. Ему не нужно коферменку Q10. Вот в чем вопрос. Второе. Вы должны определить среду его проживания, где он живет. Например, каракалпаки мало дефицит йода, правильно? Значит, вы определенный ему микроэлемент даете. Вот у вас, например, соседи Oriflame. Это компания, правильно? Я люблю эту компанию, но я не вошла. Я не компанию на этой компании, но люблю их продукцию. Но ко мне приходит одна девочка и говорит, вот тебе журнал. Но когда она ко мне пришла, она сделала много ошибок, потому что с ними не работает филд-менеджер. Что такое? Она приходит и говорит, у меня это па, там такие хорошие гумушки. Она не видит, что я сижу дома. Мне зачем это гумушки? Зачем мне тушь? Она мою, это, на маму влюбленная. Потребность не узнает. Она может, например, прийти и сказать, у меня-то посиди дома. Что я ей могу предложить? Она выходит, она знает, что от меня шлейф духов идет, значит, я ее дешевые духи не буду использовать. Она что мне может предложить? Она мне может предложить, у меня в Oriflame есть серия home для дома. Вот этим я попользуюсь. Они, не зная моих потребностей, начинают, вот это возьмите, вот это возьмите. И у человека возникает негатив в компании. Ой, подожди, ваш мортбардене. Торма? Поэтому вы, когда смотрите на клиента, вы должны знать пол, возраст, среду проживания, чем он занимается в профессиональной деятельности. И вы все свои препараты наизусть должны знать, как щелкать, как семечки, что, в чем находится, плюс какого-либо вашего продукта. Извините, если я в слово препарат говорю, я прямо привыкла, как врач говорит, читать в основном врачам лекции. Поэтому, когда вы говорите, продукт должны знать хорошо. И в первую очередь у вас должна быть любовь к этому продукту. Любовь. Например, я вначале так, когда наш папа стал работать, я говорю, а ладно. А потом стала читать и много узнавать. Я же работала раньше лекарствами. БАДов в институте медицинском не обучают. Это врачи не учат этому, потому что БАДы – это диетологи. Не учат в медицинском институте. Как назначать, как использовать БАД. Правильно ли? Я правильно говорю? Вот у меня сидят здесь коллеги. Поэтому мы не знаем, что такое БАД. Поэтому, знаете, если я где-то какую-то ошибку делаю, например, препарат, говорю, вы упустите, сделайте мне, пожалуйста, такую маленькую слабость. Второе. Есть некая физиологическая потребность в микроэлементах. Вы должны знать это. Например, у детей до 6-8 лет у них незавершенный остеогенез. Знаете, что такое? Еще костюк от меген. Зона роста работает. Правильно? Правильно. Во-вторых, если есть врачи, вот, пожалуйста, врачи, сидят, коллеги мои. Знаете, сколько гемоглобин у новорожденного? Учат у республикан. Вы представляете? У ребенка учат гемоглобин. Никогда не было. А вы ему еще дадите такой препарат, который весь ДНК поменяет. Поэтому вы должны знать, кому вы назначаете, что вы назначаете. Главное, не повредить. Поэтому вы говорите, ребенок у него своя. Поэтому делятся врачи на педиатров, на терапевтов и на врачей-геронтологов. Знаете, что ты геронтолог? Это врач более старшего, стариков смотрит. У них немножко ДНК другое. Поэтому подходите с умом. Если какие-то вопросы, у вас всегда, знаете, я ваш бизнес очень люблю. Почему? Потому что кроме того, что вы здесь еще зарабатываете, у вас ее, знаете, сопровождение. Вот у вас презентацию читаете, они вам объясняют. Какие-то вопросы вы подойдите, лучше спросите. Налево-направо предлагает не надо, надо с умом. Поэтому, чтобы негатива не было, потому что продукция шикарнейшая у вас. Продукты у вас шикарные. Просто надо уметь преподнести тому, кому надо. Узнать, кому что надо. Второе. Вот смотрите. Хотел сказать, так, я вам рассказала немножко. Правильный бат имеет правильную упаковку. Вы заметили, когда приходите в аптеку, даже в супермаркет, что на составе. У вас правильная упаковка. У вас в упаковке даже написано, служба, куда можно обратиться. Правильно? Вы ничего не скрываете. Вы можете сказать, вот, пожалуйста, вы пьете, у нас есть, пожалуйста, отдел юридический, вы куда можете обратиться, и вам точно ответят. Вы сразу на себя нет. Вы всегда запомните, Беверли вас защищает. Он правильно сделал, даже в упаковке. Он написал, какой отдел, чем занимается. Когда возникают вопросы, пожалуйста, обращайтесь. То есть, они вам помогут в вашем бизнесе. Второе, что я хотела сказать. Вот, например, немножко я в бумажке буду заглядывать. Потеряла немножко, конечно, свою сноровку, но ничего. Теперь приступим к доказательству тому, что бат является чудом. Чудо – это что-то такое. Правильно? А как можно использовать? Например, у вас во многих продуктах есть слово, слышали, да, в инструкции, прочитали меня. Сквален. Сейчас, конечно, тебе говорят, о, это сквален, это такое, прям, вау, 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 коронавирус. Подождите, товарищи, кто такое сквален? Правильно скажут. Сквален, он разработан был, то есть, открыт. В 1906 году вы увидите, посмотрите на цифры. Сколько лет тому назад? Это аж больше ста лет тому назад. Представляете, в прошлом день вот этот ученый и открыл, что такое сквален. Ну, вы представляете, он не использовался так в большом, в таком производстве. То есть, смотрите, сколько мы должны были пройти времени, чтобы использовать сквален. Уже, получается, 2020 год, а он открыл в 1906 году. Но фармакология не использовала сквален. Сквален, он в переводе это акула. Это такой, в составе печени акулы его берут, но у него есть две категории. Есть растительное происхождение сквален, есть вот этот настоящий сквален, животный сквален, который с печенью. Почему мы, например, врачи говорим, поменьше растительных жиров используйте, правильно? Правильно мы говорим? Например, почему мы отказываемся от сладостей, которые в магазинах продаются? Там пальмовое масло, растители. Почему? В растительном масле есть омега-6 жирные кислоты. Омега-6 жирные кислоты вызывают воспаление в организме. Он начинает заставлять воспаление. Почему? У нас онкологии много. Он берет омега-6, вот это пальмовое масло, растительное масло, поэтому ищет. Уиде в шурупкоген. Почему? Вы туда сливочное масло добавляете. А сливочное масло – это животный жир. Мы кто? Мы животные, мы не растения. Для нас по ДНК легче, когда у нас животный жир. Почему? Поэтому ваши препараты, ваши, то есть продукты, больше вспомогательным веществом является сквалер. Вы посмотрите, любой препарат, любой препарат. Например, давайте витамин омега-3 жирный. Ахёрт, кто знает, американский такой сайт. Заказывайте, да, с Америки какие-то витамины и так далее. Вы когда-нибудь в капсулу омега-3 жирных видели? Большая капсула. Сверху желатиновая капсула. Правильно? Почему это желатиновая капсула? Вы когда-нибудь думали? Потому что вы когда пьёте БАТ, вы пьёте так, как еду, он опускается в желудке, в желудке соляная кислота, она всё растворяет. И чтобы этот БАТ не растворился в желудке, закрывает желатиновой капсулой. А дальше он спускается в двенадцатиперстную кишку, а в двенадцатиперстной кишке у нас вся активация идет. Там такие рецепторы есть. Там-там-там. Они начинают. А, витамин сюда, а этот сюда, а этот сюда. Вы поняли? Но чтобы понять, внутри капсулы есть масло. Вы заметили, да? Вот именно ваша компания Беверли в составе имеет хорошее масло и плюс обязательно вот этот сквалент. Что делает сквалент? Вот полная женщина есть. Мы начинаем утягивать и трусадить, правильно? Мы собираем вот свой жир. Правильно? Я правильно говорю? Поэтому ваши таблетки, все нанотаблетки сквалент собирает. Поэтому вакцинацию, когда делают, один миллилитр вакцины. Почему? Сквалент собирает. Он как будто воду выталкивает. Вакуумные мишки видели? Воздух выкачиваете. То же самое. Ваша вот такая витамин Д3. В аптеке заходили витамин Д3? Других конкурентов видят? Вот такие. Почему? Там вспомогательное число есть. Мел. Вы запомните, любой препарат, откройте инструкции, там напишено. Крахмал, целлюлезы и так далее. Таблетка вот такая. А у вас нанотаблеточка. И чтобы эту нанотаблеточку получить, вам сквален нужен. А сквален, извините меня, не дешевая вещь. Это же акула. Кроме того, почему? Например, почему любители, например, хамма омега-3 жирная не надо покупать? Я вам скажу, почему. Потому что хорошая омега-3 жирная, она должна получаться из рыбы, дикой рыбы. Что такое дикая рыба? Океанская. Почему дикая? А потому что она поедает другую рыбу. Она другую рыбу поедает и больше получает. Вы поняли? Поэтому у нее она дикая рыба. И кроме того, у вас так расположено, что тут же сишейда, например, вот ваш завод по производству ваших продуктов. И здесь же недалеко завод по улову и сбору рыбы. То есть у вас рыба используется незамороженная. Фишка ваша? Ваша. Вот вы чем можете. Другой, например, где у нас в Узбекистане, извините меня, водохранилище? У нас водохранилище лезет. Это искусственная рыба. Правильно? Это не дикая рыба. Поэтому вы можете этим говорить, что у нас, извините, дикая рыба. Поэтому и производство дорогое. Поэтому у нас и дорогая продукция. Это люкс продукция. Зайдите, пожалуйста, в магазин в Тарфенгеллере. Кто зайдет? Все в основном фуберликом используют. Но, извините, люкс есть люкс. Почему? Потому что на производство, на разработку использовано больше денег. Вот почему. В чем цена стоит, ценовая политика вашей продукции. Я вам объяснила же, что этот исквален. Он как бы поднимает. Кроме того, вот сейчас вакцинация используют и так далее. Вообще сейчас в фармакологии к лекарствам определенные требования возникают. Препарат исквален, да, мы отвечаем. То есть он более токсичный, менее токсичный. Многие препараты вызывают аллергию. Заметите, когда делаем привилочку, детям говорим, что прости. Правильно? Сквален, он уменьшает токсичность. Сделали, например, вакцинацию. Когда он падает, сквален уменьшает. Он, например, вот активное вещество. Внутри живая вакцина. Правильно? Он начинает защищать вот эту активность, вещь, от того действия крови. Что у нас в крови, товарищи коллеги скажут, лимфоциты, моноциты. Правильно? Ликоциты. Они начинают убивать то, что чужеродно возникло. Поэтому у человека возникает аллергия. А у вас сквален, аллергию снимает. То есть он менее, менее, менее токсичный. И если к вам приходят и говорят, извините, но вот ваш... Я БАТ пропила, и у меня вышла аллергия там. Возникла аллергия. Простите. Поэтому ваша ошибка в том, что вы назначаете или рекомендуете свой БАТ тогда, когда идет основное лечение. Вы не можете понять, из чего он вылечился. От того лечения, которого ему врач назначил, или от вашего БАТа. Поэтому я говорю, БАТ используют только здоровым. Вы поняли? Вы будете знать. Кто когда отравлялся? Если он, например, отравился, пусть он рвотные массы отправит куда? На токсикологию. Но у вас не может быть токсикологии. Почему? Потому что это не лекарственный препарат. У вас не лекарственный. Вот это вы должны разъяснять своим дальше, младшим сотрудникам и так далее. Кроме того, вот я еще хотела, знаете, что сказать. У скволена есть такая вещь. Он ранозаживляющим эффектом обладает. Например, в хирургии используют димексид. Я знаю, вот гинеколог сидит, да? У меня с РПД димексид-2. Раствор такой. Если идет травма или, например, усилить надо действие какой-либо мази, крема лечебного, мы используем врачи димексид-2, салфетка-2 промокает раствором, а потом сверху вот эта лечебная мазь. А у вас в составе даже вот этой бьюти, по-моему, да, крема у вас, есть скволен. Поэтому вы можете использовать. Почему? Да. Еще скволен обладает водоотталкивающим действием. Жетко водоотталкивающее. Вы намазали на лицо и потом умылись. У вас эта ваша мазь не то что не смылась, она действует и на воду не обращает внимания. Вы поняли? Вот для чего используется скваль. Я вам смогла объяснить? Прекрасно. Следующее. Будущее нашей медицины, тем более в условиях пандемии, телемедицины, вы слышали? То есть, например, в Японии, во многих развитых странах стоят унитазы с определением, с анализом мочи и кала. Слышали вы? Они сразу определяют. Так включают японцы, так. И у тебя выходит кал сколько, какое кало исследования, какая моча и так далее. Телемедицина говорит о том, что человек сам может сделать свои анализы. У нас, например, сахарная диабетика имеет дома иглы. Правильно? Сразу определяет. Кроме того, скорая приезжает. Вы заметили пульсометр? Сейчас спокойно в аптеку продают. Вы одеваете на патч и видите, сколько у вас пульс и оксигенацию крови. Правильно? То есть, телемедицина развита для чего? У нас, например, в Европе везде медицинское страхование. Вы с врачом будете разговаривать вот так, через зуб. У меня такой анализ. У меня столько-то, столько-то. У меня так вот, так вот так. И он потом вам ставит диагноз и уже говорит о том, что вам делать. А для чего развита телемедицина? Для того, что будущее медицины – это профилактическая медицина. То есть, вы должны вначале не лечить больного, пока он там не сдохнет. А вот здоровый я должен за собой следить, чтобы я не болел. Второе. Вы заметили, раньше вот в наше советское время были, клуб кому за 30? 30 плюс. Помните, русские вот ходили, танцевали, встречались. Клуб за 30. Кто-нибудь слышал? А сейчас, заметьте, клуб за 30 нету. Клуб 50 плюс, клуб 60 плюс. То есть, люди, почему пенсионный возраст повышается, люди стареют позже. Потому что люди на свое здоровье стали обращать внимание. Вот ваш плюс, что вы должны заниматься, вы всем говорите, а у нас антиэйдж-медицина. Противовозрастная медицина. Почему я влюбилась еще в ваш продукт? Это коэнзин-Ку-10 и ваш омега-3. Куаш. Куаш, да, коэнзин-Куаш. Так, если что-то где-то у меня, зайдете вы в магазин и продаете, например, омега-3. Или продаете в аптеке омега-3. На что вы должны обратить внимание правильно? Там написано 1000 миллиграмм. Что такое 1000 миллиграмм? Товарищи врачи, товарищи фарматологи, химики, пожалуйста, вперед. Да, не знаем. Запомните, если написано 1000 миллиграмм, это 1000 миллиграмм рыбьего жира. Вы помните, в Советском Союзе каждый четверг у нас узбили ошкуны, а в советское время был рыбный день. Помните? Рыбий жир еще давали. Еще даже мультики есть. Помните, да, такой осьминожка? Рыбный жир давит своим детям. Омега-3 большую роль имеет. Дуэт красоты и здоровья сейчас омега-3 и витамин D3. Новое такое сейчас направление идет, и врачи раздвоились с фармакологами, что витамин D3 – это не витамин. Он по химической структуре – это, знаете что? Это прогормон. Поэтому сейчас при коронавирусе, даже написано у нас в рекомендациях ВОЗ Минздрава Угбекистана, что его нужно использовать 2000-3000 единиц, международных единиц в день для лечения коронавируса. Я правильно сказала? Если врач идет для себя. Почему? Поэтому витамин D3, у него химическая структура чуть-чуть другая. Почему он идет вместе с кальцием? Кальций, когда женщина во время климакса, у нее начинается вымываться. Во время старения организма кальций вымывается с мочой. Поэтому мужчина и женщина немножко уже горбятся. Вы видели, да, уже, когда старый? А витамин D3 удерживает вот этот кальций. Поэтому не говорите то, что, например, кальций должен быть без витамина D3. И второе. Омега-3. Скажите, пожалуйста, сколько у нас мужчин зарабатывают деньги, устают, и у них эректильная дисфункция? Что такое эректильная дисфункция? Знаете? Половая слабость. Ну, слава богу. Половая слабость, она очень сильно у нас, очень много ее. Почему? Вы представляете, мужчина. Поэтому я к чему это сейчас приведу, в конце я объясню, почему. Я это говорю для того, чтобы вы определяли, какой клиент возле вас стоит перед вами. Если к вам пришел клиент, и вы видите, мужчина 40+, активный. Но я не сказала, занимается спортом, но он активный, он работает. Что вы ему предложите? Зная свою продукцию. Вы предложите коэнзим Q10 и омега-3. Коэнзим почему вы используете? Потому что митохондрий. Он энергетический. Но если вы свою коэнзим Q10 предложите старику, который 60 лет, и который дома сидит, или ребенку, он дома будет, знаете, что делать? Он вашей жене или вашей, это, на голову залезет. Это же активность. Это же митохондрия. Пожалуйста, кто в биологию вообще в школе проходили? Что такое? В любой клетке, любой QGRA, QGRA клетка, есть митохондрия, это энергетическая клетка. Там цикл Крепса, там АТР. Вы представляете, вы как ребенка? Он не будет с этим, а потом не уходит. А что он на презентации ребенок не мешает? А что он не на презентации мешает? А потому что вы ему дали этот ненужный препарат. Ему он не нужен. Он и так ребенок очень активный. Поэтому вы должны знать, исходя. А вот этот человек, вы представляете, взрослый человек, выпил Q10, правильно? Он уже на работу идет. Активный мужчина, 40 лет. Он уже спокойно на работу стоит, правильно? У него работа, потому что сейчас так нужно работать. Нужно кормить семью. У него должна быть сила. Он должен прийти. А потом? Почему я предлагаю омега-3? Что такое омега-3? Мембрана, кучера, вот любая клетка. Есть мембрана, правильно? Она как человек. Вот представляете, я клетка. Моя мембрана – это моя кожа, защита. Любая клетка. И вот эта вот кожа, защита в составе 18% имеет омега-3. Вот шерф омега-3 в организме. Если омега-3 уменьшается с возрастом, человек стареет. Почему? Омега-3 – это жир. А он должен проникать внутрь кислород. Все должен заходить в клетку, поэтому клетка не стареет. А когда у мужчины в клетку не заходит кислород, потому что клетка твердая, омега нет, человек стареет, что у него возникает? Сердце тоже мышцы. Клетка стареет. А вы знаете, откуда он возник? Виагра и Камагра. Виагра и Камагра откуда образовались? Потому что он вначале был разработан как сердечный препарат. Правильно? Когда улучшилась сердечная деятельность у мужчин, у них... И врачи скажут, да блин, мы открытие сделали, это же виагра. Поэтому я говорю, чтобы активный мужчина был комплекту, и там вот жена на него ма-ма-ма-ма-ма. Почему? Потому что у нее половая, у нее половые гормоны работают. Давайте говорить правду. Правильно? Я врачу говорю сразу, у него половые гормоны работают. У него хочет, у него половая активность, у него это гормоны. И же не 45 тысяч, когда у тишины идет гормоны. Поэтому вы что должны сделать? Что вы должны сделать? Вы должны ему назначить омега. Он приходит. Во-первых, он хорошо работает. И во-вторых, у него прекрасность половой активности. А для мужчин это, ох, как важно, я вам скажу. Они даже здесь улыбаются. Очень важно. Поэтому вы смотрите на больных. Не на больных, а на своих потенциальных клиентов. Для чего он пришел? Если, например, студент сидит, вот ему надо хорошо подготовиться к экзамену. Что вы можете предложить? Коферменку 10. Почему? Ему нужна энергия, он не должен засыпать. А у нас же все только на кофе сидят. Кофе пьют. Извините, если это кофе чистое. Как у вас здесь в офисе стоит хороший молотый кофе. А если у вас растворимое? Он только попьет чуть-чуть, а потом снова начнет засыпать. Поэтому вы смотрите на возраст. Чем он занимается профессионально, а потом уже назначается. Например, вы видите, что женщина, климакс, половые гормоны падают. У нее начинает остеопороз. Вы заметили, да? Хой, хоколепт. Кости слабые уже такие рыхлые. И женщина, например, после 60, у нее начинает перелом шейки бедра. Это больше, конечно, 70-80. Почему? Остеопороз. То есть вымывание кальция. Вы тогда и можете назначить свой кальций. Почему? У нас есть кальций. Вот такой. Вот это таблетки. Ночи, ноги, ноги нападают. И класс. А вы видите, он какой-то сладкий. Пока вы выпьете, другой препарат. И затошнит. И все. Потом вот омега-3, другие препараты. Вы видели? Там внутри балластные вещества. Есть. Ваша компания, Ленки. Например, искусственная водохранилищая рыба. Он может вызвать иногда что? Печень, нагрузку. Почему? Потому что там жир какой-то. Непонятно какой. Поэтому, когда вы покупаете, если человек любит свое здоровье, он всегда говорит. Я возьму такой препарат, продукт, который на самом деле хороший. Вы же не приходите, сливочное масло. Если как-то компания. Вы все равно купите какой? Валю. Анчо. Вы знаете, что это классный. Вот это вы должны объяснять. Да, у меня люкс. Да, у меня качество хорошее. Я отвечаю за качество продукции. И, во-первых, у нас нанотехнологии. Почему? Потому что у нас сквален. Если не знаете сквален, объясняйте, что такое сквален. Здесь ничего стыдного. Надо объяснять. Что такое сквален и почему он используется у вас нанотехнологии. Так, следующее. Так, 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 так. Я вам про деменцию рассказала. Кроме того, когда вы смотрите на продукцию омега-3, вы должны охрада ортасдэ, аппарат написать, тысячу миллиграмм. Это значит тысячу миллиграмм рыбий жир. Только тысячу. Но дальше ничего нет. Основной, на что вы должны удар делать? Удар делать на ЕПА. У меня есть это? Курдизма. Упаковка на диаболе. ЕПА. И еще. ДИА. Это ДПК. ЭПК. Это чисто для врачей-фарматологов. Для вас очень тяжело. Но когда вы упаковку берете, там написано будет ЕПА. А если там не написано, просто написано тысячу миллиграмм. И написано 180 миллиграмм. Чего-то стоит. Это все маркетинговый вход. Основное, которое действует, у вас должно быть написано ЕПА, ДЭПИ. Это вот две кислоты. Эй, козо-пендагеновая кислота и до козо-пендагеновая кислота. Ее должно быть не меньше 50%. Если она меньше 50%, ну это никакой препарат. Мы сейчас, да, вот, вы сказали, что вы узнаете в Японии, сколько этого в составе. И я вам в следующий раз или как-то могу передать по зуму, сколько его в этой продукции. Поэтому, вот что я говорю. И здесь бизнес, и здесь бизнес. Выбирайте здоровый сайт или больной сайт. И так должны говорить. Больная сайт. Пампусы для ворота приведет, супермаркет, подойдет. В советское время их не было. Общаясь для бизнеса. Инвалидный инвестор, пожалуйста. Половая слабость, пожалуйста. Деменция. Омега-3, живых нет, может, деменция, кислота. Начинается с того, что, ой, я забыл, вылечу. Дома. А это омега-3. Почему? В кислород не проникает кислородное голодание. Даже болезнь Паркинсона от чего возникает? Тоже омега-3. Поэтому, вы так и говорите, кого выбирают? Знаете, как на этом делают бизнес? Очень много денег. Инвалидный инвестор, а не они, а с меня. Вы видели, в Европе сидят в корпусе? Старички. Если вы хотите здоровую старость, выбирайте активную половую общественную жизнь, потому что сейчас пенсионный возраст увеличился. Хорошая память и внешнюю привлекательность омега. Да, омега сразу и чурс есть. Ярымгельбргельдокурамида. Потому что он так действует. Он вам меняет полностью клеточный состав. Вот вы сейчас выпили эту таблетку, мне из пропела приходит вам, например, кто у вас, кто купил? Он мне, конечно, наверное, простите. Он не виден на лицо эффект, но он виден со временем. Он идете, уже меньше болеете. Вы поняли? Он не сразу. Нет волшебной таблетки в мире. Если это волшебную таблетку врачи изобрели, они бы давно много лицей премиум получили. Вы просто лечите патологию. Вот, например, кто вылечит онтологию? Кто вы видел, чтобы вылечить онтологию? Да нету. Но чтобы себе продлить здоровую старость получить, красивую, чтобы вы не напрягали ни своих детей, внуков, надо здоровье выбирать. Первое, надо пить. Вот поэтому вы объясняете и смотрите по возрасту. И всем не предлагайте налево-направо. Кальций, это, это. А вот я уже была такой. Пришла моя просто соседка тоже у вас, а сама мой уровень кальция, ты знаешь, я пойду сейчас и анализ дам. Правильно? Кальций пьют тогда, когда уровень кальция в крови не меньше. Даже, например, в Европе проводят анализы на индекс омега, определяют. Поэтому налево-направо. Это я вам для чего говорю? Для того, чтобы вы, когда к вам подойдут с медицинской точки зрения, чтобы нападки, когда были, вы спокойно и прямо отвечали. Я не могу тебе ответить точно, потому что я не врач. Но я скажу, что мой бат пищи, он спокойно продается у супермаркета, и он не может вызвать нежелательных побочных эффектов, потому что врачи не лечат батами. Поэтому любой врач придет, сандорин, короче, мангенмахта. Нет, товарищи, это бат пищи. У вас легче отношения. Но вы должны чуть-чуть себя корректировать. Когда вы кому-то предлагаете, хотите взять его клиентом, надо чуть-чуть правильно подойти. Знаете, так хитренько узнать, посмотреть, просканировать. Вот вы смотрите и сканируете, сколько ему лет, как он уходит, чем он занимается. Вы же так набираете своих клиентов, правильно? Это же ваш бизнес. Вот, что я хотела сказать. Что же у меня еще, товарищи? Ну, я думаю, что про Копермет Куэнзим-Ку-10 я буду рассказывать. Не знаю, вам понадобится он или нет, если вы хотите. А так, я думаю, что я вам уже рассказала все, что я хотела сказать, как просто врач. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Я хочу, чтобы мы должны быть ложкой. Для этого нужно большее, для этого. Потому что мы, потому что для всех наших искушений, . У нас есть такие, Надир Махмуд, Мясор Раббаю, Сухрей Ариевна, Зумрад Хан Акбарова, я думаю, что для всех мысли, я хочу на transition, это сделать потому что мы все ваши, и всеЫ, и мы должны делать потому что мы будем делать. Я думаю, мне нужно использовать. Музыка Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok